Здравствуйте! В студии Андрей Горгуленко. Вы смотрите программу «Время спорта». Сегодня мы вновь обращаем наш взгляд на восток и попробуем познакомиться с таким таинственным боевым искусством, как иадзитсу – школой самурайского мяча. Нашим проводником станет Дмитрий Икамасов, пятый дан Айкидзюцу, шихан – региональный представитель этой школы в Самаре. У нашего героя путь до неофициального звания главного самурая области был непростым, а начался он со школьных шуток и впечатлений от первого советского кинобоевика. Дело в том, что моя фамилия Икамасов наоборот, если произнести получается в Самоке, звучит вполне по-японски, хотя ничего общего с Японией не имеет. И когда я был школьником, то мы переворачивали фамилии, и вот был такой прикол, что меня в японцы записали, еще когда я даже, наверное, не мечтал. Ну, хотя, скажем, первые какие-то такие встречи с единоборствами, в частности с японским, они происходили. Наверное, все знают фильм, например, «Пираты XX века», который, наверное, раз и навсегда изменил взгляды на вещи целого поколения, наверное. Первый боевик, в том числе, первый раз мы увидели, что такое каратэ. И вот как-то постепенно, значит, да, меня это интересовало, наверное, всегда. Потом случилось так, что я заинтересовался, меня заинтересовали мои друзья, сказали, что детская штука, айкидо. Она говорит, тебе в чем подойдет. Я начал заниматься у нас на Динамо. И, так скажем, полномерно прозанимался, получив третий дан. Значит, в том числе, вот мне очень посчастливилось в первый раз попасть в Японию в 2007 году японский наставник, который курировал то межрегиональное сообщество, в котором я был тогда уже вецепрезидентом, вот, пригласил меня в первый раз на годовщину своей школы, десятилетия, это в глубинку. Вот с этого начались мои первые посещения Японии. Тогда еще про меч разговор, так скажем, всерьез не было. Вот, ну, как бы, дело в том, что понятно, что все японское, так или иначе, это меч и веер, да, как говорится, поэтому тут никуда не денешься. И вот тогда случилось самое интересное, наверное, я все-таки дошел, даюсь, у Борисовича Линдера, у меня в доме звонил телефон, спруга взяла трубку, к Диме, у тебя какой-то Линдер к телефону. Ну, для людей из 80-х какой-то Линдер это не так, это самый тот Линдер, потому что это человек, который первый показал джиу-джитсу у нас в стране, который уже в то время побывал везде, так сказать, которому уже были присвоены в большие довольно степени. По любым искусствам, его показывали в передаче клубки на путешественников, вокруг света, так сказать, это была просто притча во языцах. И вдруг, значит, в телефоне голос Линдера, я спрашиваю, это тот самый Линдер, он говорит, Дима, тот самый, хочешь со мной работать, будешь ли в одной команде? Ну, глупо было бы, да, думать, что я ответил. Конечно, да. Вот с тех пор эта жизнь завертелась совершенно по-другому. Я стал ездить не только к сенсею в деревню, ну, в пригород, скажем так, но и посещать очень серьезных мастеров, ну, очень именитых, там, я не знаю, в том числе в разряде Айкидо и Айкидзюту, такие фамилии, как Токедо, Сасаки-сенсеи. То есть это, ну, люди, которые стояли у основ, занимались, там, захватили лично, как у Сасаки-сенсеи, занимался в том числе у основателя Айкидо Морихею-сенсеи, то есть это люди первой величины. Вот, и вот тогда уже стал заниматься серьезно в школе мяча, вот, у нынешнего, вот, главы стиля 21-го патриарха, Сиву-сенсея. Важный элемент одежды для занятий – пояс с японского оби. Именно на нем фиксируется меч, но, чтобы начать тренировку с оружием, сначала его нужно поприветствовать и выразить уважение. Ну, вот обычные люди, когда приходят на первые же занятия, да, мы, естественно, не предлагаем сразу облачиться в самураи, да, и обычно вот мои, так сказать, помощники предлагают завязать обычный пояс, причем пояс для начала, вообще все пояса по-японски называются оби, но в данном случае это вот простой оби, тот, который в старые времена завязывался под кимоно, то есть это не широкий пояс оби, который здесь у меня, не совсем самурайский, но для начала можно удовлетвориться этим. Дело в том, что это необходимо, сейчас важный момент, потому что вы сейчас попробуете заниматься не просто самурайским фехтованием, а именно яйдзюцу, то есть моментальное выхватывание клинка, поэтому он где-то должен находиться, как у клинты студа в кобуре, для этого вам нужен пояс, это ваша кобура. Так как яйдзюцу – это искусство внезапной атаки, то очень многое зависит от такого элемента, как скорость и точность доставания мяча из ножен. Самое главное, когда мы встречаемся для каких-либо занятий, мы должны поздороваться, поприветствовать друг друга, и в том числе в Японии есть такое очень важное понятие, вот неважно, что мы делаем, чадо – чайная церемония, сёдо – каллиграфия, мы всегда говорим, что это начинается с поклона и заканчивается поклоном, начинается с уважением, и поэтому есть такая фраза «будо хаджимэнтурэй, будо аваринтурэй», то есть «будо» – боевое искусство, а также «чадо», «чайная церемония», «сёдо хаджимэнтурэй» – тоже начинается с поклона и заканчивается им же. Если мы обратим внимание, то клинок длинный, и как бы мы ни пытались его быстро достать, даже медленно, он не достанется никак. Поэтому существуют определенные действия, которые сейчас я вам покажу, и мы с вами попробуем сегодня это освоить, извлечение и убирание, тоже как бы это простое. Причем наш сенсей всегда говорит, что, смотрите, правая рука – это мужчина, он воин, левая рука и ножны – это женщина, это баланс, инь-янь, да, вот, это гармония. Поэтому женщина должна проводить мужа на войну и встретиться с войной. Вот сейчас я мягко и аккуратно покажу. А что делать, если мужчина левша? Вообще, в старое время в Японии обязательно переучивали. Но как раз мастера нашей школы работают и на правую, и на левую руку. Для того, чтобы меч вышел из ножен, вот, нужно не меч из него достать, а ножны с него должны слезть. Вот, то есть, я двигаюсь вперед, меч остается на месте, а ножны уходят назад и режут. Все. Вот видите, да, то есть, плавно, потом можно уже делать другие движения. И, вот, смотрите, убирание происходит опять же, да. Я обязательно тупой стороной ставлю клинок так, чтобы его было, мне, я его чувствовал рукой. И тогда они расходятся в разные стороны. И легко женщина встречает мужа. То есть, ножны встречают клинок. То есть, две руки работают все время. Не как, там, саблю выхватил, да, Бармалей. Вот. А здесь все время происходит вот это медитативное действие, да, и все эти действия происходят именно так. То есть, мы берем меч как неудобно, а вылетает он как удобно. То есть, уже в руке. Поэтому, вот это как раз я почему-то провел параллель с клинтой, с трудом и ковгоями. То есть, выстрел или рез происходит сразу. Я идет. И в идеале мы вообще избегаем поединка. Ну, то есть, как бы случается сразу то, о чем мы задумали. Или до того, или на втором, или на третьем. Ну, то есть, это вот, в принципе, икен хитсатсу. Это в карте убить одним ударом. Да, есть такой принцип. То есть, в принципе, это вот примерно то же самое. Главная рука – это левая. Ну, в вашем случае правая. Значит, она создает силу. Правая – она отдыхает. Левая рука – она не только женщина, она еще и рабочий класс. А правая – мужчина и интеллигенция. Вот. И левая рука держит клинок. Самый сильный палец – мизинец. Сильнее всего. Дальше средний, потом безымянный, потом вот эти два. И держим мы так. Вот руку вашу можно? Нет, нет, я покажу. Нет, нет, просто руку. Вот. Вот я держу вас как, сильно? Ну, в целом, да. Плотно. Не сильно, но плотно. И я могу поэтому и контролировать. Если я вцеплюсь сильно, я потеряю возможность контроля. Понятно, да? Поэтому клинок я держу так, как будто если бы был птенец, чтобы он не улетел, но не задушить. Вторая рука точно так же, только впереди. Вот она, этой рукой я машу, а этой я меняю углы. Да, направление. И в конце сжимаю, как половую тряпку, сжимаю. Этим я останавливаю. Не мышцами, иначе я измучаюсь, а именно вот. Понятно, да? Поэтому попробуйте именно мягко и сейчас правильно взять. То есть мизинчик сильный. Да, да. И они вот обе руки, чтобы выгляделись букву У, английская. Сверху. Да. А здесь расслабишь? Вот. Примерно так. Да. То есть первый вперед должен носить вот та самая острая часть. Вот прям, да. Важное, что нужно знать, чтобы успешно заниматься не только боевыми единоборствами, но и другими видами, наш мастер расскажет в рубрике «Чемпионский ингредиент». Нужно для себя просто, во-первых, понять, если вы собираетесь заниматься тем, чем мы занимаемся, нужно понять, что это не развлечение, а увлечение, да? Когда человек увлечен, он переключается. Освоив технику работы с ножнами, переходим к первому боевому упражнению. Вот, значит, два самурая, да? И один из них уходит в положение ваки-гамая, то есть кто вы будете, да? Ваки-гамая – это боковая стойка, когда он не видит мой клинок. Теперь он шагает и рубит мне по плечу, вот, в ключицу. Я ему ее подставляю. На самом деле, самое главное, чтобы человек был убежден, что он победит. Значит, в связи с тем, что я не плоский, как буратино, и при развороте меняю положение. А клинок мой занимает его место. И отсюда идет уже вариант. Обучение техникам работы с японским мечом лучше подходит уже для взрослых. Почему? Узнаем в рубрике «Твой выбор». Личность – это не то, что при рождении нам дано, а личность нужно совершенствовать и взрастить в себе. Она рождается из характера, а характер составляется из привычек. Так вот, если у вас привычка как минимум правильно завязывать узел на хакаму, аккуратно вставлять меч и так далее, то, соответственно, вы растете. Причем, наверное, и даже многим взрослым следовало бы тоже корректировать свой характер, что называется. Дальше я попробовал уже более сложную боевую технику с блоками ударов и контратаками. Это полностью учебная форма, скажем, как профис. Значит, цуба гарда достаточно крепкая, поэтому она может, тем более у большого меча, вот это большая разница короткий и длинный меч. Поэтому мы принимаем на нее первую атаку. Но здесь очень важный момент. Я должен принять на нее атаку, не тянуться вверх, а просто почувствовать, где это прилетает. Поэтому медленно, да, показывай. Нет, голова где? Угу. Теперь важный момент. Я руку не подставляю, она скрывается за это. Сбрасываю в сторону и, снимая ножны, наношу рез либо по горлу, либо он отскакивает. Что очень важно, я не держу клинок здесь, иначе он тут же зайдет в границу на замке. Чуть раз, и потом пошел. Теперь скользящий блок. И тут же контратака. Отбивающий блок. И рез вниз. Так как важная часть восточных боевых искусств – это баланс, то и соревноваться в рубрике «Один на один» с мастером будем в шуточной балансировке деревянными мячами. Итак, на счет три. Раз, два, три. Опа! Вот это неожиданность! Если честно, сам не ожидал, что так получится. Ну ничего удивительного. Но, по крайней мере, точно знаю, что в боевом-то искусстве с мячом вам равных не будет. Тем более я вам пока не конкурент. Но я буду стремиться и учиться. Спасибо вам за тренировку. На этом наш выпуск завершен. Я говорю вам до свидания. Выражаю уважение, как и наш мастер, который в конце тренировки поклоняется мячу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому